Девочки, всем привет! И как я и обещала, снимаю вторую часть видео «Беременность после 35-ти». Хочу представиться и сказать, почему я снимаю видео на эту тему, какие у меня основания. Меня зовут Лена, я проживаю в Германии, и в прошлом году, после 17 лет лечения бесплодия, я родила свою долгожданную дочку. Очень многие меня смотрят, те, кто не подписан на канал, и поэтому, для того, чтобы было понятно, почему я говорю на эту тему, я хотела бы рассказать немножко вот эту ситуацию про себя. Те, кто не подписан, кстати, подписывайтесь на этом канале, у меня будут не только влоговые видео, и видео о нашей жизни, о малышке, о трудностях с малышом, различные-различные тематики, также и лечение бесплодия, путешествия и так далее. То есть, все, на что у меня хватит времени, моральных сил, будет присутствовать на этом канале. Итак, беременность после 35-ти. Значит, как я уже говорила в первой части, во-первых, это очень тяжело физически, во всех абсолютно аспектах, не буду повторяться, в первой части это все есть. И действительно, с каждым возрастом мы не молодеем, и с каждым годом мы становимся все старше, и очень много что делать труднее. Если в 20 лет не спать ночь, это было раз плюнуть, две подряд чуть тяжелее, а в нашем уже возрасте после 35-ти не спать ночь, это уже разбитый полностью, и это все гораздо-гораздо тяжелее. Но иногда складываются действительно обстоятельства так, что рождается ребенок после 35-ти, да, когда маме и выбора особого нет, и не всегда это выбор матери, а иногда это обстоятельства, например, в моем случае, я бы, конечно, с радостью их родила и в 25, может, и в 22, и в 27, но так сложилась жизнь, так сложились обстоятельства в моем конкретном случае. Вот, и сложности также в том, вот конкретно у меня были, то есть я сейчас рассказываю о себе и о тех сложностях, с которыми я столкнулась. Сложности были в том, что мать, так долго ждавшая ребенка, она немножечко едет крышей в плане своей опеки, в плане своего отношения к ребенку. Например, я не могла вообще заснуть еще в роддоме, в больнице, я постоянно ее проверяла, и мне казалось, что это просто фантастика, что я могла родить ребенка после стольких лет, и я очень боялась, что это сон, я постоянно ее дергала, я постоянно, ну, как, не то, что я прям каждую секунду, да, но я постоянно на нее смотрела, и смотрела, дышит, как дышит, носиком не уткнулась куда-то, не срыгнула ли, и постоянно переворачивала, постоянно не могла расслабиться, короче говоря. То есть я находилась в таком тонусе, в такой боязни за ребенка, что, ну, это ненормально, это тоже приходит с возрастом, и девчонки, которые, может быть, пережили много потерь, они, наверное, поймут, о чем я говорю. Дальше, сложность моя была еще связана в этом плане с тем, что я очень много чего не позволяла ребенку, и до сих пор не позволяю, что, по идее бы, ну, если соотносить с возрастом, нужно позволять и нужно делать. Например, мне очень трудно было ночью перевернуть ребенка с одного бока, да, на другой, то есть лицом от меня. Я боялась, что она срыгнет, а мы достаточно часто срыгивали, и я очень боялась, что я не услышу, не дай бог, она захлебнется. У меня был тут страх один раз, потому что она очень сильно подавилась, и я очень сильно тоже испугалась, и вот дошла тоже в этом плане до такой ошибки в плане фанатизма. То есть я всю ночь не позволяла ребенку лежать на разных боках, а всю ночь у меня ребенок лежал на одном боку. Что очень и очень плохо. И я почему это видео снимаю, и почему сняла, я делюсь своими ошибками, и тем, с чем я столкнулась, чтобы вы этого не делали. То есть сейчас, если бы бог дал мне такую возможность исправить все, и был второй ребенок, я бы, конечно, уже была намного аккуратнее, и делала бы так, как надо, а не так, как мне подсказывает сердце в плане волнений и в плане тревог. Ни волнений, ни тревоги бы я слушала. Вот обязательно ребенка переворачивайте с одного бока на другой, дабы не было деформации черепа. Потому что у нас есть такая небольшая проблема, и была криво шея, и мы ходили на специальные занятия, и ходили на массаж. Я не знаю, это связано непосредственно с тем, что я редко переворачивала ночью с бока на бок. Или все-таки это было связано с тем, что у меня двурогая матка, и ребенок сидел на попе в этой матке, в одном роге, и вот в положении голова на бок. Или это с этим связано? Не могу сказать. Но я думаю, что моя вина в этом плане есть тоже. Надо было чаще переворачивать. Я днем переворачивала, безусловно, то есть здесь, конечно же, я это все делала. А вот именно ночью, то есть я боялась спать, не перевернув ребенка. Я боялась, что, ну, не дай бог, что-то случится. Также я очень рекомендую, и сама теперь этого тоже делать не буду, как можно меньше общаться со старшим поколением, когда ребенок совсем маленький, когда женщина не отошла еще от родов, потому что мне, например, родители мужа и мои родители очень большой сыграли такой отрицательный момент в моей психике. То есть они мне создавали повышенную тревожность. До 40 дней нельзя в гости ходить. Ой, до 40 дней вы кому-то показали ребенку. Ой, не дай бог там что. Да вы что? Да вы пошли в магазин с ребенком. Все, катастрофа. Будет насморк. Вы не надели там какие-то шерстяные носочки, не укрыли в 33 одеяло. Все, 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 катастрофа. Вы собрались куда-то поехать. Мы в 4 месяца ездили с дочкой тут в отеле недалеко. Вы в 4 месяца собрались куда-то поехать. О, ужас. Какой ужас. Вы вообще с ума сошли. Ненормальные родители. Там все такое. Вот. И я считаю, что, ну понятно, ограничиться от родителей нельзя. Да, и оградиться. Тем более моя мама, допустим, часто приезжает. Но какие-то моменты, может быть, просто не говорить. Или отпускать. Потому что советское поколение и поколение тех времен не переделать. Я прекрасно понимаю, что они бабушки, дедушки. Они очень сильно волнуются. Тревожность у них повышена. Но этого нельзя допускать. Потому что на молодую маму это очень сильно влияет. Она не отошла еще от гормонов. И тут еще на нее так сверху. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Конечно, это очень сильно откладывается в голове. И также момент, о котором я хотела сказать. То есть об этой повышенной тревожности. Для того, чтобы избавиться от этого всего. Для того, чтобы подготовиться после 35-ти. Наиболее плавно войти в материнство. Я очень рекомендую читать нужную литературу. Например. Ну, наверное, каждому родителю. Просто я очень рекомендую еще до родов прочитать книжку, которая называется «Тайная опора» или «Привязанность к жизни ребенка». Я напишу здесь внизу автора и название книги еще раз. Очень рекомендую. У этого автора много книг про детей. Рекомендую максимально прочитать, если есть такая возможность. Их можно скачать в интернете. Не обязательно покупать. Потому что немножко ставит мозги на место. Также я стала достаточно много читать. Но, к сожалению, только сейчас нужно было начинать. Это несколько раньше делать. Так. И вот показываю книгу про трансерфинг. Я взяла сразу все ступени. Это Вадим Зеланд. Может быть, кто-то читал какие-то другие книжки. Поделитесь, что вам помогло. Может быть, общение с какими-то умными подругами, друзьями. Может быть, в соцсети. Кто вас поддерживал. И что помогло вам стать адекватным родителем в таком возрасте. И не переступая какие-то грани. Потому что сейчас передо мной, когда ребенку уже за один год, и он уже взрослеет, стоит другая задача. То есть это уже не вопрос там накормить, в плане выкормить. А это уже вопрос о том, что у ребенка появляется характер. И тоже есть определенный момент в таком возрасте вырастить огромного эгоиста. Это опять же от чрезмерной любви, от чрезмерного количества времени ожидания этого малыша. От того, что пережил родитель, боится всего, много чего позволяет. И вот сейчас с этим я сталкиваюсь. То есть где должна быть эта грань, и где я как мама должна сказать нет, где я должна сказать стоп, что я должна все-таки разрешить и позволить ребенку. То есть это уже другой тоже важный момент. Вот это все сложности, на мой взгляд, которые после 35 возникают уже в связи с пережитым опытом, в связи с возрастом. Но с этим совсем можно бороться, с этим совсем можно разумно выкручиваться и жить. Главное включать голову, включать мозги, общаться, читать, развиваться, слушать свое материнское сердце, своего ребенка, своего супруга. И я думаю, что все будет хорошо, все будет нормально. Это уже настолько осознанное счастье в таком возрасте, когда тебе уже не хочется гулять, когда тебе не хочется дискотек, не хочется подруг, не хочется развлечений, когда ты на 100% погружен в ребенка и наслаждаешься каждым моментом. В этом возрасте, конечно, это огромный-огромный плюс. Образование уже получено, в жизни человек уже состоялся, не нужно разрываться между институтами, учебниками, уроками или еще чем-то. И уже можно погрузиться только в ребенка, наслаждаясь каждым абсолютно моментом с маленьким человечком, с маленьким ребеночком. В этом плане после 35-ти это сплошные плюсы и сплошное удовольствие. Тогда, когда уже в таком осознанном возрасте вы возвращаетесь в детство и переживаете все заново. Это супер. И дети, конечно, в таком возрасте, помимо того, что забирают в какой-то степени здоровье, они дают такие колоссальные силы и они дают заряд энергии и они дают здоровье в плане эмоционального. Ты начинаешь вести здоровый образ жизни, хочешь ты этого или нет, есть полезную пищу, вареную, отварную, парную. Ты начинаешь думать над тем, что ты говоришь, ты начинаешь думать над семейными ценностями и так далее. Ребенок, конечно, это ребенок. Ребенок в семье, хохот ребенка в семье. Это не заменить абсолютно ничем. В таком возрасте это просто необходимо, я так думаю. И я поняла очень важный момент. Действительно, это так и есть. Если неспокойная мама, если она вся в беспокойстве, то есть потерять, не дай бог что, потому что она так много всего пережила, она так долго ждала этого малыша, то есть я подчеркиваю, что это беспокойство связано с проблемами, которые мама пережила раньше. И у меня это было точно так же после множественных потерь. Это не потому, что у меня там с головой проблемы. Это просто, когда ты просто не веришь своему счастью, что ты наконец-таки это сделал, что ты наконец-таки родил. И тут ребенок появляется, и мама, она вся как курица, наседка, она боится, она там от сквозняка закрывает каждую дверь, там где-то прикрывает лицо, где-то там марлечкой, чтобы никто не посмотрел, чтобы никто-никто. Вот именно из-за этого эта тревожность появляется. И вот эту книжку я тоже рекомендую очень. Может быть, есть какая-то еще другая литература, напишите мне, может быть, кто-то сталкивался с таким состоянием, как помогло вам выйти из этого состояния. Сейчас я уже достаточно спокойна. Сейчас я уже чувствую себя вполне нормально психологически. Я знаю, верю, что у меня дочка есть, она растет, она меня каждый день радует. Это мое счастье, это моя жизнь, это смысл моей жизни, это то, что я ждала всю жизнь. Она мне дает силы на какие-то проекты, на какие-то свершения. Она дает мне много возможностей гулять, много возможностей дышать воздухом, много чего видеть, повторить свое детство. То есть это те эмоции, которые должен пережить каждый родитель. И еще один момент, который связан тоже с беспокойством, это сон. Дело в том, что мама нормально может функционировать только тогда, когда она хорошо спит. И очень многие родители в моем окружении тоже делают кучу ошибок со сном, в результате чего ребенок не спит, или спит с родителями на одной кровати, и родители не высыпаются полноценно, или есть проблемы со сном, в результате чего мама целый день никакая, а никакая мама в течение дня. Это проблема у ребенка. Поэтому я рекомендую тоже запастись литературой. Я сейчас встану, у меня тут на полке лежит книжка. Я конкретно читала вот эту книжку, но их вообще достаточно много всяких про сон. Или просто изучите информацию на интернет-сайтах, или где-то, где-то. Я конкретно читала вот эту книгу. Значит, вот автор «Как научить ребенка спать». Я действовала полностью по этой книге. Я не качала свою дочку ни одной секунды, ни одного дня. Засыпаем мы. То есть я ее кладу, и она засыпает. Так с первого дня, с первой секунды было у нас дома. Я ее не трясла ни секунды, никогда не качала, никуда не носила, ничего. То есть когда я покормила, несмотря на то, что ребенок был очень беспокойный, когда я ее покормила, я ее, ну, соответственно, носила столбиком, потом я ее просто ложила в кроватку. Там где-то чичичи рядом постояла. Даже если она хныкала, я ждала, и она засыпала. С третьего, с четвертого, с двадцать пятого раза ребенок начинал засыпать. Также здесь вот описано много, описано много всяких приемов, как можно сделать для того, чтобы ребенок засыпал, как сформировать ритуалы. Потому что очень многие, например, кладут ребенку в кровать там игрушки, начинают там петь всякие песни. И ребенок в кровати, когда он ложится, он ждет песен, он ждет развлечений, он ждет игрушек. Мне, например, эта книжка очень помогла. Если же вам помогла какая-то другая книжка, напишите, поделитесь. Возможно, девчонкам будет полезно. Потому что я знала, что у меня будет кесарево. Я знала, что у меня поддержки нет. Я не знала, насколько часто будет ездить мама. И поэтому я рассчитывала только на себя и на свои силы. Конечно, позволить себе день и ночь трясти я не могла. У меня были больные суставы. После определенных препаратов, которые я пила для сохранения беременности, сохраняли мы беременность с первых дней до последнего дня. То есть буквально прям до родов. И все время было куча-куча препаратов. То есть у меня выворачивались вот эти вот пальцы. Вот так вот выходили из вот этих суставов. Я плохо брала ребенка на руки. Я боялась, что я ее вообще уроню. Плюс ко всему я боялась ее брать на диван. Потому что на кровать. Потому что с одной стороны край, с другой край. Она вдруг куда-то укатится. Вдруг там муж ее раздавит. Или я на нее лягу. Ну, короче, я не могла расслабиться с ребенком в постели. Потому что когда ребенок у меня лежит в кроватке, я знаю, что она там. И я могу спокойно заснуть. Сон это очень и очень важный момент. Обратите на него внимание еще во время беременности. Потому что он реально очень важный. Если мама в бессознательном состоянии днем, она такое может натворить. Она может оставить включенным газ. Она может включен мелтюк оставить. Плюс ко всему забот с ребенком очень и очень много. И так нужно много чего запомнить. Нужно много чего сделать. Если мама еще никакая, конечно, это вообще просто не дело. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был налажен сон с первых дней. Поэтому, девчонки, на этом тогда у меня все. Если будут какие-то вопросы, ниже пишите. Буду рада, если такие видео вам полезны. Если какие-то новые темы вам интересны, пишите. Буду снимать видео и освещать интересующие вас темы. Подписывайтесь на мой канал. Я с вами тогда прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока.